Рассмотрим, как можно совместить несколько тембров, а также разделить клавиатуру на несколько тембровых зон. Для того, чтобы выбрать основной тембр, воспользуемся кнопкой Write 1 в верхнем ряду. Эта секция называется Part Select. Она включает в себя три кнопки выбора партий, а также кнопки включения и выключения партий. Для того, чтобы выбрать основной тембр, нажмем кнопку Write 1 в верхнем ряду и выберем инструмент, который нам нужен, например, рояль. Для того, чтобы выбрать дублирующий инструмент, нажмем кнопку Write 2 и также выберем тембр, который нам подходит. Для того, чтобы включить партию Write 2, нажмем кнопку Part On Off для партии Write 2. Теперь тембр будет включать в себя два звучания. Рассмотрим, каким образом можно разделить клавиатуру на две части. Для этого существует партия Left, которая отвечает за звучание партии левой руки. Чтобы включить эту партию, воспользуемся нижним рядом клавиш. Включим кнопку Part On Off для партии Left. После этого при помощи верхней клавиши мы можем выбрать тембр, который должен быть в левой руке. Например, гитару. Теперь левая часть клавиатуры будет занята тембром гитары. А в правой части клавиатуры останутся партии рояля и электронного пэда. Давайте послушаем, как это будет звучать. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...